Завтра на Донбассе стороны должны максимально соблюдать режим прекращения огня. В случае нарушения перемирия 1 сентября ОБСЕ должна расследовать с особой тщательностью. С таким призывом украинская сторона выступила сегодня во время видеоконференции трехсторонней контактной группы. Сегодня школьное перемирие в зоне АТО боевики проигнорировали уже несколько раз. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Время от времени украинские бойцы запускают осветительные ракеты. Проверяют, не подходит ли вражеское ДРГ. В 12 ночи враг открывает огонь из пулемета. Полночь в Авдеевской промзоне. До врага тут всего метров 30-40. Стреляют периодически, хоть и не часто, но про полную тишину говорить никак нельзя. Здесь на передовой бойцы считают, перемирьем такую ситуацию не назовешь. За несколько дней оккупанты не раз использовали и бронетехнику, и крупнокалиберные минометы. Работает и вражеский снайпер. Бойцы шутят. Бриться уже перестанут. Тем более, как побриется, хорошенько. И оно, лицо светится сильнее, намного, чем не бритое лицо. Хорошо просматривается. И снайперы сейчас работают. Вчера ночью, часов, вот, в 11-12, ПТРД работало. В днем бойцы наблюдали за движением танков с той стороны. Это добавляет напряжение. Однако огонь враг не открывал. Показывает свой место, чтобы мы, наоборот, только начали бояться, переживать, что он может использоваться танки. Я не думаю, что он будет их использовать, но демонстрацию своей присутствии, своей возможности, своей силы он пытается показать. Около двух часов ночи стрельба со стороны противника прекратилась. Утром и днем тишина, похожая на настоящее школьное перемирье. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Сергей Байдала. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Продолжение следует...